Друг мой Лова моя машет ушами, как крыльями птица, и на шее и ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, Черный человек спать не дает мне всю ночь, черный человек пальцем водит по мерзкой книге И в носаве надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный, Слушай, слушай, бормочет он мне в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят прекрасные прялки. Был тот человек авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухвастистой силой, И какую-то женщину. Сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук, Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что так много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, И когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, Самое лучшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого, Ты ведь не на службе живешь, водолазовай, Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, читай другим и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, И глаза покрываются голубой блевотой, Словно он хочет сказать мне, что он жулик. И вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен, Сам не знаю, откуда взялась эта боль, То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только краще сентябрь высыпает мозги алкоголь, Тихо покой перекрестка, Я один у окошка ни гости, ни друга не жду, Все равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой, И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то ноет ночная зловещая птица, Деревянные садники сеют копытливый стук, Вот опять, вот опять этот черный на кресло мое садится, Приподняв свой цилиндр и небрежно откинув сюртук. Слушай, слушай, Хрипит он, смотря мне в лицо, А сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтобы кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонница, И положим, ошився, ведь нынче луна, Что же нужно еще напоенному дремую мирику? А может, с толстыми ляжками придет она, И ты будешь читать ей свою томную, дохлую лирику? Люблю я поэтов, забавный народ, У них навсегда нахожу историю сердцу знакомую, Как прыщавый курсистки длинноволосый урод, Говорит о мирах, Половой стекаясь стомою. Не знаю, не помню, В одном селе, может, в Калуге, Быть может, в Рязани, Жил мальчик в простой крестьянской семье Желтоволосый, с голубыми глазами. И вот он стал взрослым, К тому же поэт, Хоть с небольшой, но ухвастистой силою, И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой И своею милую. Черный человек, ты прескверный гость, Эта слава давно про тебя разносится, Я спешон, разъярен, И летит моя трость прямо к морде его, В переносицу. Месяц умер, Синеет в окошке рассвет, Ах ты ночь, Что ж ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, Никого со мной нет, Я один и разбитое зеркало.